Всем добрый день, меня зовут Олег, и мы с вами снова говорим о новинках, которые появились на портале Prom.ioi. Сегодня с вами поговорим о двух новинках, одна будет глобальной, большой новинкой, одна будет менее глобальной, но, как мне кажется, также достаточно полезной для вас. Но начнем с большой новинки, у нас появилась возможность настроить синхронизацию с Google Merchant Center. Если вы не слышали, что такое Google Merchant Center или слышали, но еще до конца не разобрались, информацию на Google Merchant Center я оставлю в описании к этому видео. Так что обязательно потом спускайтесь, читайте и разбирайтесь, что это такое. Ну а мы с вами перейдем в наш кабинет компании и посмотрим, что здесь мы сделали для синхронизации с этим ресурсом. Во вкладке дополнительная информация у нас появились два поля, это международный код маркировки учета логистических единиц и уникальный каталожный номер устройства. Эти два поля нужны как раз таки для этой синхронизации с Google Merchant Center. Есть, наверное, два первых вопроса, которые могут у вас возникнуть. Первый вопрос. Стоит ли их вообще заполнять? Да, их стоит заполнять. Если вы эти поля не будете заполнять, фид данных, они выгружаться не будут. И также другой вопрос. Стоит ли заполнять именно эти два поля или можно какое-то одно из них? Да, на самом деле можно заполнить только одно поле и это пройдет уже в сам Google Merchant Center. Помимо этого, когда вы уже дополните все свои товарные позиции, у нас появились возможности делать выгрузку фида в экспорте. У нас есть два типа фида данных в Google Merchant Center в формате TXT и в формате XML. Вы можете использовать тот, который вам будет наиболее удобный. Помимо этого, в экспорте, если мы сделаем в Excel, у нас появляются дополнительные поля, которые мы можем заполнить, к примеру, массово. После чего сделать импорт и сделать этот фид. Ну, если у вас уже есть большое количество товарных позиций на сайте и вы хотите запустить на них рекламу в Google Merchant Center. Так что здесь об этом можно будет почитать. Помимо этого, я бы вам хотел еще немножечко рассказать о нашем портале EvoBusiness. Кстати, здесь также есть информация о том, что такое Google Merchant Center и зачем он нужен интернет-магазину. Также здесь рассказано о том, как оно будет выглядеть. Вот как раз таки так. И также есть еще информация, как его настраивать правильно. Так что обязательно почитайте и ссылку на EvoBusiness я оставлю в описании к видео. Помимо этой статьи, здесь еще есть огромное количество других статей, которые будут полезны для развития вашего интернет-магазина. Так что не стесняйтесь и обязательно сюда переходите и читайте. Ну, а теперь перейдем к нашей следующей небольшой новинке, но опять же, мне кажется, она иногда может быть вам полезной. Я думаю, сейчас пуш-уведомления в наших браузерах достаточно активно развиваются. И также мы идем в ногу со временем и не отстаем от пуш-уведомлений в браузерах. Так вот, здесь вы можете настроить эти уведомления. Здесь можно отключать и включать те или иные уведомления. К примеру, отключить уведомления о новых сообщениях, но включить о новых заказах. Что поможет вам просто быстрее на них реагировать и переходить и отвечать вашим клиентам намного-намного быстрее. А на этом я хотел бы завершать наше видео и сказать вам спасибо огромное, что досмотрели его до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока-пока.